МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Каждую неделю мы пытаемся доказать, что хороших людей на свете больше, чем плохих. А ошибку может совершить каждый. Мы искренне верим, что наша программа в первую очередь не про обиды, а про прощения. Не про разлуки, а про встречи. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как часто нам приходится иметь дело с историями, в которых виной всех бед и разлук алкоголь. Он безжалостно рушит семьи, оставляя детей сиротами и уничтожает личность, в конце концов. Ужас в том, что даже тот, кто смог избавиться от этой привычки, редко может исправить все, что произошло за время своего пьянства. Хочу познакомить вас с Надеждой Борисовной Нехорошевой. Она приехала с такой печальной историей. Надежда Борисовна, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда Борисовна, здравствуйте еще раз. Расскажите, откуда вы к нам приехали? Я приехала с Ульяновской области, сурский район, село Лава. Расскажите, кого вы ищете? Я ищу племянницу Оксану Михайловну Матвееву, 73-го года рождения. Так. Как давно вы ее не видели? Я ее не видела с 74-го года. С 74-го? Да. Ну, тогда рассказывайте с самого начала эту историю. Как так случилось? Ну, у меня была сестра старшая, Люба, и у нее был муж. Ну, я толком так не помню, но у них были дети. Герман старший, сын у них 69-го года рождения. И девочка Оксана, 73-го года рождения. И меня не было, когда они разругались. И суд, в общем, забрал у них детей. Из-за чего забрал детей? Даже не знаю, меня не было. Я уезжала, меня не было. Я поэтому не знаю почему. Почему? То есть какие-то должны быть очень веские причины, чтобы забрали детей. Да, я только когда приехала, мне мама сказала, что у Любы с Мишей лишили родительских прав. Все. А причину не сказала вам почему? Нет. Просто вы знаете, мы всегда за то, чтобы истории рассказывали так, как они есть на самом деле. Потому что иначе у нас сложно складываются и поиски, и сама история. Ну, вот они что-то разругались, разошлись. И вот там чего случилось? Но за то, что люди ругаются, детей не забирают. Ругаются все. Ну, знаете, все бывает. Я не знаю, что там случилось. Меня не было, я уезжала. Не знаю. Не знаю. Ну, чего вы расстраиваетесь? Не переживайте. Надежда Борисовна, все будет хорошо. Это во-первых. Во-вторых... АПЛОДИСМЕНТЫ Во-вторых, мы понимаем, что есть вещи, о которых говорить очень сложно, неприятно. Но поверьте, мы здесь каждую программу говорим, что мы никого не осуждаем, упаси Господь. Мы стараемся вас поддержать, мы стараемся вас понять и сделать все так, чтобы вам было легче. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы же рассказали редакторам, почему забрали детей. Ну, выпивали родители, правильно? Так бывает. К сожалению. Не так, чтобы вот... Ну, не так, чтобы вот как... Иногда смотришь передачи, говорят, вот там, они голодные сидели, холодные такие. Нет, этого не было. Нет. Я хотела как бы взять опеку, установить их, удочерить детей. Но мне не дали, так как мне было 16 лет. А родители мне дали в виду их преклонного возраста. Ну, хорошо. А потом как-то сестра ваша пыталась найти своих детей? Я не знаю. Потому что они жили в городе Кавдоре, а мы жили с родителями в поселке Слюда, в Мурманской области Кавдорского района. А потом я вышла замуж, и мы переехали сюда, в Ульяновскую область. И что там дальше было, я не могу знать. Скажите, а девочку Оксану вы ее помните или вы ее никогда не видели? Нет, я видала ее, я нянчилась, с ней ездила. Вот. До Котика я ее помню, я ее видела. Она была полненькая, красивенькая девочка очень. Глазки голубые у нее были, волосы длинные были, как ангелочка. Скажите, как вы пытались искать Оксану? Обращалась в ЗАГС, чтобы мне сказали, что нет, как тайна удочерения идет. Потом одноклассница тоже пробовала, просила я ее, тоже нет. Потом вот уже в 14-м, наверное, году, что ли, пришел внук и говорит, бабуль, давай, говорит, попробуем зарегистрироваться на этой передаче и оставим заявку, может, найдут, говорит. Что ты, говорит, ничего тебе не сделают, ничего не скажут. И мы оставили заявку. Ну и как вы думаете, в каком регионе нужно ее искать? Где? Ну вот, знаете, если как смотреть, что с Мурманской области у нас в основном уезжали это Рязанская область, Белгородская область и Ульяновская область. Вот где-то в этих трех областях. Знаете, пришел отклик, но совсем из другого места, из Украины. Из Украины? Да? Давайте посмотрим сюжет. Моя бывшая одноклассница Ксюша пришла к нам в школу после восьмого класса. То есть она с нами училась два года всего лишь. Ее отец вроде бы военный был. Они переехали к нам в наш город с Мурманской области, город Апатиты. Ну, мы дружили, общались. Вот, я приходил в гости. Я прекрасно помню ее маму. Мама такая тихая, скромная, отзывчивая женщина. Папа был такой, как, знаете, мужчина настоящий. То есть жесткий, четкий, конкретный. В школьные годы ходила какая-то байка или, может быть, на уровне слухов. Но я почему-то помню, что проскальзывала такая информация, что Ксения якобы не родная дочь. Ну, это все было на уровне слухов, поэтому я как-то не очень придавал этому значения. И вот когда она мне уже сказала, что она удочеренная, это произошло где-то, может быть, полгода назад. Я ей говорю, ну, Ксюш, иди, если тебе это интересно, попробуй найди своих родственников. Где-то через какое-то время, может быть, неделю, может быть, две, мы с ней созвонились. Вот. Я говорю, ну, как, ты нашла своих родственников? Она, говорит, пыталась найти через передачу «Жди меня». Ну, вот. Но, говорит, у меня не получилось. Я говорю, Ксюш, ну, не парься, я зайду сам. С твоего разрешения, если ты мне разрешаешь это сделать, я зайду сам, оставлю твои данные, все там, оставлю свой контакт, чтобы, если вдруг кто-то действительно искал или кто-то заинтересуется этим, вот, чтобы со мной связались. Вот так это и произошло. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и как вам кажется, может Ксения быть нашей племянницей? В принципе, может, да. Может быть. Потому что, может... Говорили, что они куда-то уехали, но я не знаю, кто родители ее были. Но я знаю, что они жили в городе Кавдоре. Вот. Может быть. Нам было, конечно, очень важно поговорить с Ксенией. И давайте посмотрим, что она нам рассказывала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, смотрите, даже так посмотрите, видно, что переправлено. Просто визуально. 1973-й, но видно, что с четверки переделаны. А теперь дата выдачи. 12 декабря 1974 года. Полтора года меня как бы и не существовало. Вот написано. 1974-й год, а родила в 1973-м. Я услышала в разговоре с родителями, когда они между собой разговаривали. Я просто услышала. Я задала эту... Ну как, вопрос задала. А я что, говорю, не родная? Мама расплакалась в этот момент. И я поняла. Потом отец ходил такой смурной. Прям вот зачем я вот это сказал. Я не обиделась, не расстроилась. Я подошла, их обняла, поцеловала. Говорю, вы самые родные для меня. Не переживайте. Мама, она не хотела эту тему затрагивать. Перед маминой кончиной, ну я за ней ухаживала, я у нее просто спросила. Я говорю, мам, а ты можешь мне хотя бы сказать, как меня звали? Ну, если я уже знаю, что удочеренная. Она говорит, тебя зовут Оксана Михайловна Матвеева. Вот. Я говорю, вы мне хоть там не поменяли года. Может, я там вообще в 60-е годы. Она говорит, нет. Ты рождена 19 июня 1973-го года. Взяли мы тебя в поселке Ковдор в Мурманской области. Там дом малютки был. Они хотели мальчика взять, но мы приехали. У меня папа голубоглазый, мама голубоглазая. А все кориглазые мальчики были. И тут одна я вот такая. Меня удочерили в полтора года. Меня возили и в Крым, и в Сочи, и к бабушке в Чечню. Но по истечении стольких лет, вот все как произошло, я хочу найти настоящих. Мои дочки заинтересованы. Обе две. Прямо кулачки держат. Пусть брат, пусть сестра, пусть хоть кто-то. Ну, хотя бы свои корни знать. Я столько лет жила вот в таком чувстве, что я... Это долго рассказывать. Но я считаю, что это беда. Я все-таки нашла их. И меня ищут. Значит, я не какая-то там... АПЛОДИСМЕНТЫ Она вроде как похожа на моего папу чем-то. На дедушку. Вообще все совпадает. Это она. Город Кавдор совпадает. Вы говорите, похожа. Ну что же, хотите познакомиться? Да. Очень. Она здесь? Все-таки я 46 лет ее не видела. Ксения, выходите к нам, мы вас ждем. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СТОНЫ ПЛЧИТ СТОНЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А глаза мамин. Мамин. Ты моя твёрка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОЁТ Моя девочка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пойдемте на наш диванчик, присядем вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и встретились, да? Через 46 лет. Думаю, это уже слезы радости, правда? Конечно. Это большая радость. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда Борисовна, вы сказали, что у вашей сестры был еще сын Герман. Да. Когда детей забрали, куда пропал Герман? Герман попал в детдом. Вы знали, куда, в какой детдом? Нет. Знала только что сначала в Манчегорск, а потом, когда узнавали еще, его переводили в другой детдом. И вот в те детдома я не знаю, куда переводили, даже без понятия. Вы искали его? Да. Ну, он сам нас хорошо нашел, сам писал нам все, с нами все время хорошо. А когда это было? Когда он вас нашел? Он нашел, наверное, первый раз написал письмо, не помню я когда. Может, лет в 12, в 10. Лет в 12. Ну, а когда он вас нашел в 10-12 лет, вы не захотели его забрать? Меня не было уже. Я вышла в 76-м году замуж, и я уехала. А он уже писал бабушке с дедушкой. Просился, чтобы его забрали? Ну, просился, но... Родители были на пенсии, престарелые, может, из-за этого не дали. Наши корреспонденты встретились с Германом. И, судя по всему, ему было очень нелегко, непросто пришло в детском доме. Давайте посмотрим сюжет. Матвеев Герман Михайлович. Твой брат старший. Ищу свою родную сестру Оксану. Моя тетка подошла и спросила, будем искать мою сестру? Я говорю, давай. То есть она на могиле моей матери дала клятву, то есть это ее родная сестра, что она найдет Оксанку. Вот. Только ради этого. Ну и, конечно, я, да, хочу видеть родных. Рассказывать что-то там, оскорблять своих родителей я не хочу. Ни одной минуты не жалею о детдомовской жизни. Не плачу, ни ною ничего. Сначала идет детский дом, а потом уже школы и интернаты. Я их четыре прошел. Ну, с родителями, да, хотелось увидеться. Как бы это основное. А остальное у меня все было. Когда учишься в этом учреждении, вот в таком, ну, как-то уже немножко подзабываешь. Ты уже живешь другую жизнь. Ты уже начинаешь свыкаться, что ты один. Понимаете? Иногда, может, завидуешь. Родители же приезжают к детям как. Иногда посмотришь, ну, позавидовал, пять минут побегал. А, шел свои дела творить, что хочешь. Я видел своих родителей в 16 лет. Нашел их адрес. Сам, не зная, куда едет, доехал. В новогоднюю ночь я приехал. Постучался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спросили, кто там. Я сказал, это я Гера. Можете представить матери лицо? Не мое. А я это запомнил на всю жизнь. Сколько у нее было радости. Осуждать я не осуждаю. Я был маленький. Я не могу сказать, что, почему и как. Это жизнь. Каждому свой кусок хлеба в этой жизни. А потом я ушел в армию. Мать умерла, когда я был в армии. То есть свою мать я уже не увидел. Я не думаю, мои родители, что это в чем-то виноваты. Скорее всего, кто-то что-то вот так решил, и все. И так и поступил. Я об этом никогда не спрашивал ни у отца, ни у матери, что произошло. После армии нормально. Вышел пацан. Помощи ждать не от кого. Но на данный момент у меня все нормально. Так что работаю. Живу. Есть внучки у меня красивые две. Я тоже. Что еще? Жизнь полноценная, как у нормальных людей. Я только рад, что я так еще прожил. Может, она и к лучшему. Может, Оксанке повезло. Может, она в хорошие руки люди ее приняли. В семью. Может, она ее выросли достойным человеком. Это вообще будет счастье. Очень хочется увидеть все-таки родная сестра. Если она жива, дай бог, встретится. А там все по обстановке. Наверное, промолчу. Конечно, рад. Но, скорее всего, просто промолчу без слов. Я думаю, она меня поймет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, как получается... Ну, сколько боли в глазах у человека этого. Невозможно. И он всю жизнь старается, пытается быть сильным. Показать, что он независимый, самостоятельный. На самом деле, такое там ворочается у него внутри, конечно. Больно до сих пор. Больно до сих пор. Он никогда не покажет, что ему больно ничего. Но если человек не плачет, это не значит, что ему не больно. Если ребенок не плачет, это не значит, что ему не больно, что он ничего не чувствует. Всегда дети чувствуют отсутствие родителей. Это всегда сильнейшая боль. И посмотрите, он взрослый мужчина, и как ему больно. Я не сомневаюсь, что Герман хочет вас видеть. Но, видимо, мы всколыхнули столько болезненных воспоминаний, что он испугался. Испугался, что, может быть, он не сможет быть здесь с нами, таким сильным, таким могучим. Человек-свая, каким он хочет быть. Угу. Он метался. Он очень долго метался. За несколько часов до вылета он отказался от самолета. Он сдал билет. Вам нужно обязательно с ним встретиться. Вы ему очень нужны. Его просто нужно отогреть. А данные можно какие-нибудь взять? Конечно, обязательно. Все контакты мы вам передадим. Но мы вас пока не отпускаем. Потому что это еще не все. У вас же есть не только брат. Ох. Посмотрите на экран. Ох. 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 дочка Матвеева Михаила Ивановича. Вот на этой фотографии моему папе 24 года, маме 16 лет. Мой папа попал в детдом 5 лет, там рос, пошел в армию. Вот на этой фотографии мой папа как раз вернулся из армии. Он встретил мою маму, очень сильно полюбил. У них родились дети Гера, сын и дочка Оксана. Я, конечно, не помню, что там у них произошло, он мне не рассказывал, но они разошлись, потому что детей у них не забрали. Детдом, он очень переживал, потому что он хотел, чтобы, так как сам он из детдома, чтобы у него была полноценная семья. Когда они разошлись, он уехал, устроился на работу. На этой фотографии мой папа со своим другом. Здесь он без гитары, но он очень любил сам тоже играть на гитаре. Фотографии сделаны на БАМе, он там работал. И как он мне говорил, то что он не смог просто жить без моей мамы. И он вернулся к ней. Вот они сошлись, и родилась я. Вот на этой фотографии папе 42 года, наверное, когда он вернулся к маме. Ну так получилось, что мама у меня умерла, мне был год и 4 месяца. Он растил меня один. Здесь папа со своей лошадью, я помню, ее звали Будулай. Отчего я так лошади любила? Я их рисовала. Он не пил, не курил, посвящался всю свою жизнь мне, старался для меня, чтобы я отучилась, поступила. Он работал сторожем, пастухом. Папа мой всю жизнь вспоминал маму. Одну он ее только любил. Больше он ни с кем не смог. И всю жизнь посвящал меня. Он часто вспоминал Геру, Оксану. И сожалел, что у него не получилось забрать их обратно. С Герой мы начали общаться с 99-го года. Ну, мне тогда было 12 лет. Он сам нас нашел, и после этого он начал к нам ездить. Приезжал с детьми. Папа хотел, чтобы и меня тоже он удачно выдал замуж, и чтобы я тоже ему внуков родила. Я знал, что я встречаюсь с парнем, потому что он в армии. И когда мне приходили письма, он говорил, что я вижу, что он хороший человек. Третьего мая я ждала парня из армии, и мы с ним встретились. Вот. А четвертого мая у меня умер отец. Как будто он дождался. Так получилось, как будто он мне передал. Я сейчас замужем. У меня очень хороший муж. У нас двое прекрасных детей. Два сына. Все эти года мы с Герой очень хорошо общались. К сожалению, о своей сестре, Оксане, я ничего не знала. Но всегда хотела встретить ее, увидеть. Я верила, что мы когда-нибудь увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Маша из сказки. Какой голос. Сказочная такая Маша. Видите, как ее сестры, а у вас, оказывается, есть. Познакомиться хотите? Конечно. Обязательно. Вот она, в отличие от Германа, приехала. Она здесь. Пойдемте. Маша, выходите к нам. Мы вас встречаем. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Мишина, я наконец-таки. Я не знала, что так много. Целая семья. Целая семья выросла. Девочка. Маленькая, бегала такая. Да она и сейчас маленькая. В каком городе ты живешь? В Ульяновской области. Тоже в Ульяновской области? Я в Ставропольском крае. Далеко закинул от тебя, Рудин. Общался, я надеюсь. Ксения Геннадьевна, ожидали такую встречу? Нет. Но насчет тети, да, мы говорили. И тети, и брат. Чтобы у меня еще и сестра, и брат был. Мы вас больше не задерживаем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Мы очень рады за вас, что вы друг друга нашли. И Германа найдем. Обязательно. И обязательно встретитесь с Германом. Он очень хороший человек. Спасибо. Спасибо. Хороший человек. Спасибо. Я же говорила, у меня есть кто-то. Я не могу быть одна. Так не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, как получается удивительно. Вот отец был в детском доме. Вот их. И так не хотелось, чтобы дети попали. И сын попал, и всю жизнь провел в детдоме. Вот как это так получается в жизни? Вот это вот... Как... Понимаешь, как по кругу вот так повторяют дети. Что это такое? Как это так возможно? Знаешь, что это детдом, что это страшно, ужасно. И должен вроде как бы все сделать, чтобы не произошло такое в твоей жизни. И, блин, происходит. Удивительно. Удивительно, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня восхищают поиски, которые продолжают потомки. Те, кто в самих событиях многолетней давности не участвовал, но для кого очень важно все-таки завершить истории своих отцов и дедов. Вот только сложность таких поисков в том, что, поскольку участников событий нет в живых, достоверной информации о таких историях очень мало. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Тюнин. Он приехал на программу из Челябинска в надежде узнать о судьбе своего дяди. Александр Иванович, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, как зовут вашего дядю? Мой дядя Тюнин Михаил Ермилович, 1922 года рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, получается, брат папы или мамы? Папы. Папы. Я знаю, что вы прикрепляли фотографию к вашей заявке. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа мой отец Тюнин Иван Ермилович, в центре старший брат Дмитрий Ермилович, и слева как раз Михаил Ермилович. Они уроженцы Курской области, Тимского района, села Станового. Все три брата были на фронте, и все три брата остались живы. Это, конечно, настоящее чудо, что все трое прошли всю войну и выжили. Удивительно. 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 С Михаилом я никогда не виделся. И его, ну, мы, как говорят, только на фотографии знаем. Угу. Хотелось бы узнать о судьбе его близких. Что-то, может быть, какая-то информация осталась. А как получилось, что о дяде Михаиле нет никакой информации? По рассказу моей старшей сестры, Михаил был осужден. А за что осужден, когда осужден, это ничего не известно? Ну, тогда что было? Тогда была 58-я статья, тогда только одно. Поэтому какие-то легендные отрывки... То есть это политическая история? Да, видимо, да. Какая легенда, вы говорите? По окончанию военного учреждения, военного обучения или академии какой-то, кто-то на него донос написал, и за это его... Наверное, в семье не очень любили об этом говорить, да? Тоже такая тема. Не то, что не любили, и не говорили. Не говорили просто. И не говорили. Ну, можно понять, потому что, конечно, ни отец, ни дядя не хотели рассказывать об этом. Что брат, по сути, враг народа, да? Как тогда это называлось? Судя по тому, как они были призваны из Курской области, и судя по тому, что учился Михаил в Москве, но я не знаю, как, видимо, их перевели в Казахстан, что это совпадение или случайность, или так оно и должно было быть. Но я родился в Казахстане, 50 лет в нем прожил, поэтому для меня они были как бы уроженцы Казахстана, хотя на самом деле это Курская область. Может, с этим и связан был перевод в Казахстан? Ну, возможно. Да? Возможно. Ну, вот прошли годы, и что? Умер Сталин, развенчание культа личности. Стали об этом говорить или так же соблюдался такой кодекс молчания? Нет, не с кем разговаривать. Те, кто могли говорить на эту тему, они умерли. В 69-м мой отец и через 7 лет Дмитрий. То есть эта инициатива идет от нас. У меня тоже трое детей, которые тоже хотели бы знать, как сложилась судьба близких, тех потомков, которые остались после Михаила Ермиловича Тюнина. Вы знаете, это замечательно, что вы продолжаете поиски. АПЛОДИСМЕНТЫ Что для вас это так важно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что вам самому удалось многое про него узнать. Особенно про его боевой путь, правильно? Да. Ну расскажите, пожалуйста. Руководя стрелковой ротой, Михаил, ну как говорят, проявил себя не просто как человек-специалист. Эта стрелковая рота, она разминировала. Трудно во время войны найти человека, который разминировал, оставался бы живой. Поэтому, когда его наградили орденом Красной Звезды, об этом буквально я прочитал месяц назад, информация поступила, что получил задание от штаба для наступления на одной из высот подготовить плацдарм. И вот награда дается столько-то погибших, столько-то взятых в плен. А он получает орден Красной Звезды за то, что ни один человек из его личного состава не погиб, и в том числе и он остался живой. Саперочки. Фантастично. Саперным огнем под обстрелом батарей не просто самому пройти, но и с людьми обойти это место. И причем написано за умелое руководство и так далее, и так далее. Я хочу вам кое-что очень важное и очень ценное показать. Принесите, пожалуйста. Спасибо. Вот. Это боевые награды. Здесь вы видите два ордена Красной Звезды. Орден Отечественной войны. АПЛОДИСМЕНТЫ Медали за отвагу. Потрясающе. Как вы думаете, кому принадлежат эти награды? Ну, наверное, ему. Михаилу Ермиловичу. Давайте присядем. Хотите узнать, откуда они у нас? Конечно. Тогда посмотрим сюжет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я внук Тюнина Михаила Ермиловича. Зовут меня Михаил в честь деда. Я очень горжусь своим дедом. Он прошел очень сложный свой жизненный путь. Но для меня он всегда остается героем, судя по его наградам. В 19 лет дед мой ушел на фронт. Вернулся с фронта в 45-м году. Жил здоров, с медалями. Первый орден он получил в 43-м году за то, что он помог удержать оборону. Выставил 10 тысяч мин. За это был награжден орденом Красной Звезды. Без единой потери личного состава. Медаль за отвагу он получил, когда заминировал дорогу. Остановил немецкое отступление, которые были взяты в окружение. Помог советским войскам уничтожить вражеские силы. Орден Отечественной войны второй степени он получил за то, что его личный состав, его взвод ни разу, никто из бойцов не погиб при разминировании вражеских мин. Мы с братом тоже служили в армии каждые по два года. Я служил в войсках противовоздушной обороны, он в ракетных войсках. За них сержанты пришли домой. А дед мой пришел с армии в должности капитана. О его родных вообще никогда ничто не слышал. И узнал об этом, когда мне позвонили и сказали, что нас разыскивают. Меня зовут Александр Алексеевич Рядов. Я внук своего деда Тюнина Михаила Ермиловича. Бабушка, жена его, очень много рассказывал мне про него. Всегда хотелось, чтобы мы вместе с братом были похожи на него. Про его родных я узнал тоже от бабушки. И в итоге потом нарвался на сайт «Жди меня». Открыл вкладку, и там сразу же первая фотография, где они сидят втроем с дедом. Ну, два брата еще. Показал фотографию маме, и это подтвердилось, да, что это наш дед. После войны мой папа был арестован. От мамы я слышала, что... Рассказали анекдот про Сталина. Все посмеялись. И он в том числе... Я вот слышала, что за это, ну, может, там еще что добавили. Его и арестовали. И попал в Оркуту. У меня мама тоже потом по молодости уехала. Ее позвала знакомая, что там есть работа. Там они с папой и познакомились. У них родились мой брат и я. Меня удивляло, что у меня нету с папиной стороны, я не знаю, ни бабушки, ни дедушки. Я как-то спросила, ну, он сказал, я не знаю где. Сам он эту тему никогда не поднимал. Ну, по крайней мере, при мне. Я думаю, что было ему больно. Мне жалко, что... Я не знала... Ни бабушку, ни дедушку. Мне жалко, что я не знала ни бабушку, ни дедушку с его стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие у вас замечательные родственники. Как они бережно хранят награды, все знают, историю. Но вы знаете, это еще не все. Мы нашли живого очевидца тех драматичных событий. Жену Михаила Еремиловича. Ее зовут Людмила Михайловна. Ей почти 95 лет. Она прекрасно все помнит. Но вот только нашим корреспондентам сказала, что не хочет общаться с родственниками мужа. Вот посмотрите. Я Людмила Михайловна Тюнина. Муж у меня Михаил Еремилович Тюнин. Золотой человек. И он на почете был в военкомате на доске. Вот это фотография. Вот он фотографировался после войны. Ну, война начала, за концу войну на фронте был. Четыре года. А потом был в воинских частах солдатами там. В Иванове служил. И друг тоже они вместе. Он по званию старше был, Михаил. А тот младше. Он с него все требовал. Лентяй, говорит, был. И он взял да написал на него всякую. С чего написал? Это в 50-м году. И вот приехал черный ворон. Погоны сняли с меня, говорит, ремни все сняли. Пистолет все у меня, говорит, меня очистили всего. И увезли в московскую тюрьму. Бутерская называлась тюрьма. Он мне говорил, Бутерская. В комнату завели меня, посадили. Я один сидел в углу, прижался. Говорит, думаю, что придут, до меня пристукнут. И вот он там посидел целый год. И привезли опять в Иркуту. В Иркуте он отсидел 6 лет. Ни за что. Я вот в Иркуте-то с ним и познакомилась. Я приехала в 54-м году. А он уже там 6 лет отсидел. В Иркуте и поженились. Да, он строителем был. Он очень хороший был муж у меня. Не пил, не курил. Работал. Все хорошо было. Его все ценили. Начальство ценили. Он даже в Иркуте с военными военкоматами занимался. В Иркуте. Он же реабилитированный. Его везде можно было брать. Да, да, да. В 57-м году реабилитировали. Приходит до Вольношенек. Он мне чайничок купил заварной. Вот, говорит, у меня подарок. Тебе, говорит, меня реабилитировали. Ну и тогда мы рады были. Да вот это фотографировались. Мы в отпуске ездили. Так фотографировались с ним. Это сын был вот маленький. А это мы жили вот на поселке. Вот у дверей тут вышли. Ты видишь, у меня какие были еще дети. Про свою жизнь он рассказывал. Мало чего-то. Три сестры у него. И три брата, так сказал. Шура, вот эта Шура сестра. Средняя. Мария последняя. А Паша первая. Она из тестер, она старшая. Да. А братья эти вон и никакого внимания не было. Хоть бы что-нибудь написал кто. Никто не писал. Я прожила 21 год с ним. Но никто не написал письма. Из братьев. Конечно, было больно. Вот чего он обижался только на это. Никто ему ни одного слова не написал. Ценили его везде. У него орденов, медалей полно. Почему? Связь потеряли все с ним. В чем дело? На чего обиделись на него? А теперь начали искать. Через столько лет и начали искать его. Я только удивляюсь, почему искать стали. Не знаю. Почему? Вот чего. В чем дело? Столько годов его уж нет. 45 годов нет. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так. Видите, как ей обидно. Да, согласен с ней. А что сделаешь? Конечно. Ищут не те, кто его потерял, а ищем мы, потомки. Поэтому это очень важная информация для нас. Вот я сейчас очень удовлетворен и рад, потому что у вас передача социально значимая. АПЛОДИСМЕНТЫ Она соединяет людей и отвечает на вопросы. И она своим вопросом и ответила. Почему? Потому и начали. Потому что ждали. Вот 11 лет ждали. Эта информация даже и после будет актуальна. И память должна остаться. Потому что тот, кто не помнит войны, пусть готовится к новой. То есть всех надо вспомнить, в том числе и близкого человека. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за эти слова. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, давайте еще вернемся к Людмиле Михайловне. Она очень мудрая женщина. Она прекрасно понимает, почему ищут. И на самом деле очень рада, что следующее поколение ищет. Она собрала всю свою семью, устроила праздник. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие наши родные! Сегодня собралась здесь вся наша семья. Мы приятно удивлены, что нашего отца не забыли, что его ищет кто-то из его родных. Мы очень хотим с вами встретиться и ждем вас в гости. Дорогие родственники, я все забуду. Приезжайте к нам в гости. Что было, то прошло. Чтобы наши дети были вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, хотите познакомиться с родственниками? Да. Они приехали. Очень хорошо. Вера Михайловна? Михаил, выходите к нам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На дед он очень похож. Ну-ка. Да, да, да. Вы вот и встретитесь. Мы тоже приехали, не одни. Да вы что? Мы тоже пять человек приехали. Да вы что? Какая молодец ваша мама. Дай бог ей здоровья. Какая мудрая женщина. Очаровательнейшая. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо ей огромное. Но когда я вас увидела, я просто обомлила. Как вы похожи на своего деда. Это просто невероятно. Правда? Да. С фотографией. Вот это, конечно, потрясает воображение. И очень за душу берет самая простая солдатская медаль. Оловянная или какая она? За отвагу. Просто за отвагу. Так что берегите. Это память для будущих поколений. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Не теряйтесь. Будьте вместе. И мы очень рады, что вы нашлись. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Я Владимир. Это мой сын Владимир. Это внучка Валерия. Валерия, это супруга Ольга, это супруга Владимира, Наталья. Все тюнины. Вы что? Все-все тюнины. Ой, какие вы молодцы. Мы счастливы. Мы вообще не счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень рады, что сложилась судьба у Михаила Ермиловича, и что у него такая прекрасная семья, и что дети и внуки, и самое главное, конечно, будут правнуки помнить о своем дедушке и правнуке. Это очень. Давайте, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И cambi pedestrians. Продолжение следует...